Город Лонгбич славится не только одним из самых крупных портов мира, но и большим количеством неопознанных жертв преступлений. Всего насчитывается около 20, получивших известность Лонгбич Джон и Джейн Доу. В этом видео речь пойдет о нескольких таких жертвах, найденных неподалеку от пляжа в этом городе в 1974 году. Несмотря на то, что их жизни закончились в одном месте и по схожим причинам, исходы этих дел оказались совершенно разными. Выяснилось, что в то время в этом городе действовало немало преступников, среди которых как минимум один печально известный серийный убийца. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Это очень поможет развитию канала. Лонгбич, штат Калифорния, 1974 год, 28 мая, 7.30 утра, пристань пляжа Аламитас. Здесь, неподалеку от пересечения Линды на Веню и Шорлайн Драйв, было найдено тело молодой женщины. Погибшей оказалась белая девушка с темными волосами и такими же глазами. Согласно отчету Коронеров, ее рост был около 168 см. Весила же она 54 кг. На тыльной стороне руки имелся шрам Т-образной формы. Также обнаружили еще один шрам на задней стороне левого бедра. Возраст был определен в диапазоне от 18 до 28 лет. Предположительно, она была латиноамериканского происхождения. Одета неопознанная была в розовато-оранжевый брючный костюм, искусственную черную шубу длиной 3 четверти, с бронзовыми пуговицами, а также сапоги из телячьей замши. На пальце было 14-каратное помолвочное кольцо из белого золота с небольшим бриллиантом. Также на обнаруженной было черное белье модели бикини с клубничным принтом. В кармане девушки обнаружили только два ключа. Один от врезного замка обычной двери, а второй от навесного замка. Они находились на связке со сломанной цепочкой. Причиной смерти стало удушение, которому предшествовало изнасилование, что, вероятно, и стало мотивом нападения на девушку. В 1974 году однозначно установить, сколько всего было нападавших, не представлялось возможным. Однако были взяты отпечатки пальцев и сохранены другие материалы, которые могли бы в будущем помочь следствию. Все попытки следователей установить личность убитой не приводили ни к какому результату. Тем более не удавалось найти виновника ее смерти. Через много лет, в надежде совершить прорыв в этом деле, национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей была создана судебно-медицинская реконструкция лица убитой, но и это ничем не помогло следствию. В итоге дело перешло в категорию нераскрытых, так называемых холодных дел. А неопознанную стали называть Long Beach Jane Doe или Джейн Доу номер 40. Когда современные способы изучения материала ДНК стали доступны правоохранительным органам, дело Джейн Доу стало кандидатом на участие в специальной программе «Раскрытие нераскрытых дел с помощью ДНК» Национального института юстиции, но его не смогли принять в работу, поскольку биоматериал был признан непригодным для изучения. Лишь в 2013 году, через 39 лет после обнаружения трупа, детективы Тодд Джонс и Малкольм Эванс сумели выйти на некого мужчину из Техаса, который имел отношение к этому делу. Выяснилось, что он не принимал участия непосредственно в убийстве, но помогал преступнику оттащить тело. Допрос этого человека и привел полицейских к убийце. Им оказался 61-летний Гэри Стэмп, которого арестовали 20 мая 2013 года. Стэмп отрицал свою причастность к преступлению, но это длилось недолго. В конечном итоге он признался, что встретил девушку в баре, познакомился с ней, а затем изнасиловал и лишил ее жизни. Избавиться от тела ему помог знакомый парень, впоследствии переехавший в Техас. Однако даже поимка преступника не помогла пролить свет на личность девушки. Поскольку они были знакомы всего пару часов, то все, что знал о ней Стэмп, это то, что ее скорее всего звали то ли Анна, то ли Анна. Насильнику и убийце на момент совершения этого ужасного преступления было 22 года. Стэмп так и не был осужден за это преступление, поскольку умер от рака в январе 2014 года, находясь в заключении. Личность Анны Доу, как стали с тех пор называть девушку, не установлена до сих пор. Полгода спустя. Лонгбич, Калифорния. 10 ноября 1974 года. На Спринг-стрит, возле 605-й автострады, на территории жилого комплекса, было обнаружено безжизненное тело. Найденный труп принадлежал молодому мужчине. Он был найден без одежды, на навесе для автомобилей в жилом комплексе Лейкс. Отсутствие одежды на убитом и другие признаки говорили о том, что, скорее всего, погиб он в другом месте, а на Спринг-стрит был привезен уже позже. Однозначно установить причину смерти Коронерам не удалось. Видно было, что жертву избили, в частности определили травму головы, а также то, что имело место удушение. Помимо этих повреждений, состояние тела свидетельствовало об изнасиловании, что, судя по всему, и стало мотивом нападения на парня. Также у него были приметные особенности – две татуировки. Одна из них – надпись БАД на костяшках пальцев, а вторая – знак отличия морской пехоты, изображенной на руке. Все попытки найти свидетелей преступления или хотя бы тех, кто видел что-либо необычное в день, когда произошло убийство, ни к чему не привели. Следующим этапом расследования было установление личности погибшего, но отсутствие одежды и каких-либо документов сильно осложняло задачу. И несмотря на приметные татуировки, ни опознать жертву, ни найти ее убийцу, следователям в 1974 году не удалось. Спустя много лет качество работы детективов вызовет немало вопросов у родственников погибшего. С момента, когда было решено, что личность мужчины установить в ближайшее время не удастся, погибшего стали указывать в документах следствия, как Джон Доу номер 155, и под этим же номером он был кремирован и захоронен на кладбище-крематоре в Лос-Анджелесе. Долгие годы, в связи с тем, что ни свидетелей, ни каких бы то ни было улик найдено не было, идентифицировать убитого не удавалось. Однако местные власти выделили средства и создали специальный отдел, который начал заниматься старыми нераскрытыми делами. К этим расследованиям на неполный рабочий день были привлечены в том числе уже вышедшие на пенсию детективы. Это и дало свои плоды. Опытные детективы изучали дела, в которых есть какие-то особые зацепки, натолкнулись на дело Джона Доу номер 155 и увидели информацию про татуировки. После изучения улик и описания внешности было высказано предположение, что он был военным, поэтому мы начали это выяснять, сказал работавший над этим делом лейтенант Ллойд Кокс. Правоохранители связались со службой уголовных расследований ВМС США в кемп Пендлтон. Когда они сообщили дату смерти и описание внешности жертвы, то быстро выяснилось, кем был погибший в 1974 году парень. Орл Альфорд Стюарт-младший родился 5 ноября 1956 года в Дымойне, округа Полк, в штате Айова. В возрасте 18 лет он принял решение поступить на службу в морскую пехоту. В 1974 году он прошел курсы базовой подготовки на базе в Кемп Пендлтон и получил краткосрочный отпуск, после чего обратился к родственникам, чтобы ему дали немного денег на отдых. После этого семья больше его никогда не видела. Через 12 дней после того, как Стюарт не вернулся на военную базу в положенный срок, он был признан дезертиром, однако родные парни никогда не верили в это. «Его убили», — говорил старший брат Орелла, Карл Стюарт. «Я никогда не верил, что он просто исчез. Он слишком любил свою семью и морскую пехоту». Карл был тем человеком, которому показали фотографии со вскрытия брата, и он однозначно опознал его. После этого офис коронера округа Лос-Анджелес снова изучил обстоятельства убийства Стюарта и в качестве причины смерти все же указал удар тупым предметом по голове. Статус дезертира Стюарта был изменен на почетное увольнение. Корпус морской пехоты организовал похороны с полным почетным караулом на месте новой могилы. Его надгробие неизвестного захороненного было заменено. Отец парня, Орелл Альфред Стюарт-старший, умер через пять лет после гибели сына в возрасте 59 лет, так ничего и не узнав о его судьбе. «Это трагические новости, но они успокоят его семью и дадут ответ на то, что произошло много лет назад», — говорил лейтенант Кокс. «Учитывая установление его личности, мы надеемся, что кто-то вспомнит, что разговаривал с ним или видел его тогда и может помочь нам найти подозреваемого в этом деле». Но, как считает сам Кокс, убийца Орла Стюарта давно известен. Рэнди Крафт Рэнди Стивен Крафт родился в 1945 году в Лонгбич. Всегда считался умным парнем, подающим надежды. Он окончил школу Вестминстера, десятым по успеваемости из 390 учеников. В то время он вместе с двумя друзьями даже создал так называемый Вестминстерский клуб мировых дел, придерживался консервативных взглядов и хотел стать сенатором. После школы Крафт поступил в Клермонтский колледж, где также продолжал считаться умным и сообразительным молодым человеком. Но тогда у него, несмотря на отношения с девушками, начались половые связи с мужчинами. На этой же почве у него начались проблемы с законом, но в силу разных обстоятельств, случайностей и кристальной репутации это не приводило ни к каким записям в его личном деле. В этот период мужчина в корне изменил свои политические взгляды, организовал отделение либеральной партии и активно агитировал на выборах за Роберта Фрэнсиса Кеннеди. За это даже удостоился благодарственного письма от сенатора. Тогда же его попытки ненавязчиво рассказать родителям о своей ориентации, постоянно посещая их с друзьями мужского пола не приводили к нужному результату. В это время он стал хуже учиться, пить и принимать запрещенные вещества. Ему даже пришлось заново пройти 8-месячный курс эконометрики, чтобы получить диплом бакалавра экономических наук. Через 4 месяца после окончания колледжа Крафт поступил на службу ВВС США. После прохождения базовой подготовки в Техасе его отправили на базу Эдвардс в Калифорнии, где он руководил покраской испытательных самолетов и дослужился до звания рядового авиатора первого класса. В это время он решил прямо рассказать семье о своей ориентации. Отец пришел в ярость, а мать приняла это более доброжелательно, но все равно была недовольна. Так сам Крафт описывал реакцию родителей в письме другу. Но когда мужчина решил сообщить о своей гомосексуальности на службе, там это восприняли не так, как он этого ожидал, и уволили его, а в качестве причины указали медицинские показатели. Рэнди пытался оспорить это и даже нанял адвоката, но ничего добиться не удалось. Вероятно, вся эта ситуация и стала поворотным моментом в жизни не только самого Крафта, но и многих встречавшихся на его пути людей. После увольнения мужчина вернулся к родителям, работал барменом, водителем погрузчика и даже учился на педагога в государственном университете Лонгбич. А также он начал свою страшную преступную деятельность, сделавшую его одним из самых ужасных серийных убийц США. Главными объектами его изнасилования и убийств были молодые мужчины, нередко военнослужащие, причем из морской пехоты, в частности с базы Кэмп Пендлтон. Как показывали вскрытие, перед истязанием мужчин накачивали спиртным или наркотиками, и они были в бессознательном состоянии на момент надругательств. Основными способами убийств были удушение или удары дубинкой по голове. Избавляться же от трупов убийца предпочитал возле автострад. Все это в точности соответствует тому, что произошло с Орелом Стюартом-младшим. Более того, Крафт даже вел список, в котором зашифровывал данные про своих жертв. В его списке есть запись Айова, которая наверняка относится к убитому, но не опознанному мужчине. Орел был родом как раз из Айова. Рэнди Крафт был признан виновным в убийстве 16 человек и приговорен к смертной казни, исполнение которой ожидает уже 33 года. Всего же он подозревается в убийстве и изнасиловании по меньшей мере 76 человек. Сам убийца отрицает свою причастность ко всем преступлениям. Но, конечно, в 1974 году в городе с населением в 370 тысяч не только Рэнди Крафт мог быть виновником смерти Орела Стюарта. Например, всего за полгода до убийства парня в этой местности произошло еще одно, очень странное событие. В Лонг-Бич 18 июня 1974 года в 18.40 был обнаружен труп мужчины, повешенный на перилах в подвальном складском помещении жилого комплекса. Сообщил о происшествии его брат, Джеймс Рид, который рассказал, как все случилось. Его брат, Дэниел Рид, выносил вещи из квартиры, а потом сказал, что проголодался и пойдет за сэндвичем. Через какое-то время Джеймс обнаружил брата мертвым. Все бы ничего, но полиция выяснила, что умерший не был тем, кем назвал его так называемый брат, который также наверняка представился вымышленным именем. Погибшим оказался белый мужчина, чей возраст был определен в широком диапазоне от 20 до 35 лет. Ростом он был 188 сантиметров, а весил около 84 килограмм. При нем было кольцо из белого металла. Кто он, кем был второй мужчина и что произошло в тот день, неизвестно до сих пор. А как считаете вы, кто виноват в смерти Орела Стюарта? Узнаем ли мы, когда-то кем была Анна Доу и что произошло со вторым мужчиной, повешенным на перилах?